И я хочу выезжать из Харькова, но не могу, у меня не получается. Они сказали, что они не могут вас помочь. Да, они сказали, мы вам ничем не можем помочь. Если вы можете каким-то образом попасть сюда, во Львов, так вы меня извините, если во Львов, то я сама и без вот этого помощи я могла спокойно приехать до Львова. Но мне надо было выезжать именно из Харькова, а из Харькова ничего не ехало тогда. А когда, нет, там были автобусы, поезда, но они были полные детьми и женщинами, старики, которые выезжали из города. Война началась, там бомбили. И я просто, мне стыдно было бы пойти и сказать, нет, я должна ехать автособасе. Ну, судя по тому, да, говорите, говорите. Еще, с другой стороны, еще тоже страшно было на поездах ехать, потому что поезда тоже первые дни, вот это первые 2-3 месяца поезда тоже. Ну вот, те, кто нас смотрят, потому что Армине сказала, они находились во Львове. Я напомню Армине, что примерно 2 месяца, полтора месяца они находились во Львове, потом они при возможности вернулись в Киев. Значит, это был тот самый, извините меня, страшный период, когда практически противник мог вторгнуться в Харьков и вынужденно посольство тоже из Киева перебросилось в Харьков. Это во Львове, правильно я понимаю? Они первые месяцы, они переехали из Киева во Львове, а потом уже, я не знаю, сейчас они в Киеве или где, но факт, что... Нет, они в Киев переехали где-то в августе, по-моему, а до этого они во Львове были. Когда я... А я обращалась к ним, я обращалась к ним, я сейчас скажу даже какого числа. Где-то 27-28 марта, когда в окружении был Харьков, поэтому туда ничего не ехал. И я под бомбами сидела 55 дней. Просто уже сын сказал, что мама, уезжай отсюда, потому что я не знаю, что будет дальше. Лучше ты уезжай, а я уже посмотрю, что будем делать. Но он помогал тогда, уже гуманитаркой занимался, а волонтером был. Хорошо. Хорошо. Ну, я очень рад, что вы согласились выйти с нами и сделать видеомост. Я призываю наших подписчиков, которые активно мне пишут что-то, вот так же, как Армине. Присоединяйтесь. Любой житель Украины, находящийся в Армении или в Украине, может тоже написать у меня в эфире, что я готов или я готова тоже высказаться, если у вас есть какие-то замечания. Посмотрите, насколько мы объективны. Вы можете это говорить в прямом эфире. Вы знаете, что на меня подписана достаточно большая аудитория, в том числе члены правительства. Я знаю, что они смотрят мои эфиры, читают посты. Поэтому да, это очень хороший формат, когда мы можем это сказать и все это могут услышать. Если у вас еще есть какие-то замечания, вы можете о них сказать? Ром, еще, ну, насчет замечаний по посольствуя, я уже сказала, что они мало действуют. Они должны защищать армян. Вот я гражданка Армения. Несмотря на то, что я 30 лет жила в Украине, я свое гражданство сохранила. Я просто постоянное бедно жительство у меня в Украине. Вот я обратилась в посольство, что мне надо ехать в Украину очень сложно. Они сказали, я говорю, через Польшу можно, нет, нельзя. А как? Нам, вам надо шлинген. И не указывали, что вы можете вообще через Молдову тоже. Это мне из общинки. Молодцы, ребята. Община работает очень идеально. Я их обожаю. Спасибо. Спасибо им очень. Отлично. Очень много, кстати, вот людей, которые хвалят общины. Спасибо большое. Будем еще на связи. Если что, всегда пишите, звоните. И еще раз напомню, что у нас была на связи наша сестра, без преувеличения, потому что она все для нас, братья и сестры. Спасибо. Мы убираем с экрана. Нашу уважаемую армяне. И я напомню, что, друзья, мы сегодня говорим о ситуации в Украине, где, напомню, до начала боевых действий точно можно сказать, что проживало полмиллиона человек. Сейчас часть армян переехали в европейские страны. Какая-то небольшая часть переехала в Армению. Очень много людей чем-то недовольны. Не обязательно, кстати, работает посольство. У многих появляются проблемы. Это неудивительно, потому что Украина оказалась в ситуации не просто нестандартной, не просто нештатной, а ситуации, которую, грубо говоря, даже врагу не пожелаешь. Когда я об этом говорю, я подразумеваю то, что в любой точке вот такой большой страны, как Украина, любой человек в течение 24 часов в сутки не чувствует себя в безопасности. Каждый человек может, извините меня за это слово, погибнуть в любую секунду, потому что неизвестно, где и что может взорваться. Друзья, если у нас есть армяне с Украины, пожалуйста, вот вы столько говорили, я несколько раз предупреждал, что все могут писать свои замечания, вопросы. Пожалуйста, выходите и пишите. Теперь у меня, соответственно, большое количество вопросов, которые мне оставляли армяне Украины. Самое большое количество вопросов касается того, что некоторые армяне, которые оказывались или оказываются в территории, которая подвергается бомбардировкам, они не могут получить ту помощь, на которую они рассчитывают от посольства. Ну вот, мы уже с вами слышали ситуацию, которую нам рассказала Армяне. Примерно, примерно те же самые речи мы слышим и в замечаниях, и в просьбах, что многим армянам кажется, возможно, кажется, что у посольства Армении в Украине есть действительно такие возможности, чтобы в такой большой стране, как Украина, успеть доехать до того или иного населенного пункта и помочь армянам, независимо от того, граждане Армении они или граждане Украины. Я сразу скажу, хотя еще у нас нет связи, и будет она попозже с господином Карапетяном, я сразу скажу, что мы, конечно, должны четко понимать одну простую вещь, да, что при любом раскладе, независимо от того, что ответит посольство, что говорят люди, мы должны четко понимать, что, конечно, об этом гласно, ну, скажем так, наверное, не очень правильно говорить, но возможности армянского посольства, которое, кстати говоря, себя ведет действительно очень смело, почему я это говорю, потому что и армяне меня слушают, и другие армяне слушают, и будут слушать в Украине. Я вам напомню, что в отличие от многих посольств, ни на один день армянское посольство не прекращало свою работу на территории Украины, и, если я не ошибаюсь, одна из первых вернулась в Киев из Львова, как только была такая возможность. Это при том, что сегодня не то, что посольство, да, друзья мои, даже господин Зеленский на 100% не чувствует себя в безопасности с учетом той ситуации с нанесением бомбовых и ракетных ударов, которые есть в Украине. Конечно, очень важно понимать, что вот эту проблему, которую тоже подняла армяне, о том, что армянская сторона, Армения, и в данном случае посольство Армении в Украине, должно... Давайте почитаем. Миланя Хачатриан пишет. Здравствуйте, с Одессы. Сидим без света. Все нормально, с перебоями, но несколько часов дают свет, как в 90-х в Армении. Миланя, если у вас есть желание, вы тоже можете выйти сделать с нами видеомост. Если у вас сейчас есть такая возможность, я могу вас подсоединить. Вам надо только сказать, что я готова, или ваша семья готова с нами поговорить. Тогда я вас подключу, и мы с вами побеседуем. Если нет, то, может быть, у вас есть какие-то замечания, пожелания в адрес посольства Армении в Украине. Пожалуйста, от имени вашей семьи напишите тоже свои пожелания. Армяне и Украине, будьте активнее, потому что раз вы так много пишете в мессенджерах, то хотелось бы, чтобы вы это писали и в прямом эфире. Почему? Потому что, конечно, мне доверяют всегда, но когда это происходит вот так в прямом эфире, когда мы пишем, выходим, делаем видеомост, то это, соответственно, уже такие неопровержимые факты, против которых, как говорят у нас в народе, не попрешь. Так вот, возвращаясь к тому, что говорила Армяне, и о чем говорят многие армяне Украины, что армянская сторона, в частности, посольство Армении в Украине, должно более убедительно, и если даже где-то надо, более агрессивно в правильном понимании этого слова реагировать на провокации против армян. Тем паче, что мы видим, как действительно достойно себя ведут армяне Украины. В Украине, начиная с первого дня, вот этой, извините меня, кровавой заварушки, которая там происходит, начиная с конца февраля нынешнего года, мы видим, сколько армян погибает, сколько армян отдают свою жизнь, мы видим, как сами украинцы, я уже много раз видел, какое количество людей приходит на похороны защитников своей страны, а мы понимаем, что граждане Украины, независимо от их национальности, защищают свою страну, свои дома. Но вот армянам, как я вижу, многим обидно, что посольство не так убедительно, и, как я уже сказал, не занимаясь тавтологией, не так агрессивно реагирует на провокации против армян. Тем более и армяне, и армяне Украины не дадут мне соврать, если я скажу про то, что очень часто та же азербайджанская страна, которая, как мы знаем, к сожалению, мы находимся в состоянии ни войны, ни мира, скорее войны, понятно, что азербайджанская диаспора, азербайджанская сторона старается изо всех сил настроить максимальное количество стран против Армении, это неудивительно, ей кажется, что она сумеет таким образом нагадить маленькой Армении, и мы видим, я даже сам своими глазами вижу, что очень часто некоторые телеграм-каналы в Украине ведут себя не объективно. Сейчас мы видим, что Азербайджан передал помощь Украине, соответственно, украинские телеграм-каналы, возможно, в том числе не только патриотичные, но и проплачиваемые, пишут, что мы должны поддержать Азербайджан, то есть Украина находится в тяжелом состоянии, отдельные телеграм-каналы, которые особо не вдаются в подробности, только из-за одних поставок трансформаторов, или из-за того же оружия, которым помогает Азербайджан, как пишут украинские СМИ, они говорят, что да, там мы с азербайджанцами, братья и так далее и тому подобное. Но я хочу просто напомнить вам, что это средства массовой информации, которые могут быть и подкупленными, и проплачиваемыми. Я напомню, что телеграм-каналы, сайты, телеканалы, ведущие, блогеры, за многими из них стоят какие-то политические силы. Спасибо.